Добрый день. На самом деле очень правильный вопрос. И вообще, стоило начать нашу беседу с культурно-оздоровительного центра. Почему? Потому что объект долгожданный, объект, я бы сказал, исторический. Самый распространенный вопрос за последние два года – когда же откроется культурно-оздоровительный центр? И на сегодняшний день что мы имеем? Сегодня мы уже получили заключение госстроенадзора о соответствии строительства. Сегодня мы имеем документы на ввод в эксплуатацию. Соответственно, сегодня ведутся подготовительные работы. Сформирована комиссия в составе управления культурой и молодежной политики, представителей спорта, представителей управления муниципального имущества. Поэтажно, поэтапно мы начали принимать этот объект. Я все же думаю, что сегодня о датах открытия мы говорить не будем. Оставлю этот вопрос таким открытым, но рассчитываем на вторую половину августа торжественно запустить наш комплекс. Если в целом говорить о комплексе, то это более 20 тысяч квадратных метров – беспрецедентный объект для нашего города с точки зрения социальной инфраструктуры. Нужно понимать, что очень долго мы к этому шли, очень долго готовились, работали по экспликации, по наполнению функциональному каждого помещения. И сегодня этот центр наполнен не только глубокими смыслами, нужно понимать, что он оснащен по последнему услову техники. Это уникальные системы жизнеобеспечения, функционирования самого комплекса, новейшее оборудование, световое, звуковое, которое позволяет нам сегодня проводить самые масштабные события на территории комплекса, позволит нам это делать. Ну и, соответственно, приглашать в гастрольные туры самых высоких деятелей искусства и культуры, которые, в свою очередь, очень требовательны к состоянию сценического оборудования, к тому, чем наполнена сцена. Если в целом, то так. Но могу заверить, что на сегодня и подрядчик, и мы, как принимающая сторона, и Дирекция капитального строительства, и Централизованная клубная система максимально заинтересованы в том, чтобы в кратчайшие сроки получить комплекс и пригласить туда жителей города Муравленко. Если в целом говорить о культурно-оздоровительном центре, что там будет происходить в будущем, кто там будет работать, чем будем заниматься, то в скором времени Дом культуры уйдет у нас на капитальный ремонт. Мы планируем осенью увезти этот комплекс в ремонт. Соответственно, все жители, работники Дома культуры переедут в культурно-оздоровительный центр. Сегодня это часть централизованной клубной системы, которая включает в себя очень много учреждений. Переедут туда и театралы, и хореографы, и вокалисты, хормейстеры, оборудованные залы, очень насыщенные кабинеты. Новые направления. Да, мы над этим работаем. Мы сегодня подбираем по компетенции руководителей, которые смогут развивать яркие, интересные, востребованные направления. Не буду говорить сейчас точно, какие. Работа ведется, и мы надеемся, что наш потребитель, в хорошем смысле этого слова, он будет доволен, и мы сможем привлечь дополнительные такие ресурсы, творческие в том числе. Сегодня, если говорить о перспективах, мы планируем новый свой год, творческий год, начинать в культурно-оздоровительном центре, и, соответственно, выходить уже на 24-й год, а он у нас юбилейный, день города, Муравленко исполняется 40, соответственно, это станет центром притяжения, таким сердцем всех мероприятий, событийного ряда, который будет происходить в юбилейный год. Ну и продолжим тему строительства. В здании музыкальной школы продолжается капитальный ремонт. Расскажите, какие сегодня ведутся работы в учреждении, ну и вообще, какой будет обновленная школа? Музыкальная школа – еще один наш очень важный объект, один из первых объектов культуры вообще, который в городе был построен. Соответственно, мы к нему с трепетом относимся, к этому объекту, к этому учреждению. Сегодня там занимается более 300 ребят. Я сам когда-то заканчивал музыкальную школу, и пришло время ее обновить, сделать ее комфортной, уютной, теплой, по-домашнему родной, близкой и интересной. Капитальный ремонт идет, управление коммунального заказа держит эту позицию на контроле. Сегодня строители вышли уже на чистовую отделку большинства помещений. Второй этаж у нас готов, ведутся фасадные работы, закончен блок работ по комплексному обслуживанию и замене коммунальных сетей, водоснабжения, вентиляции. Еще раз к вопросу о том, какой будет школа, и она будет родной и долгожданной. С точки зрения капитального ремонта мы не можем менять конструктивно наполнение самих помещений, соответственно, кабинетные условия останутся теми же, расположение кабинетов останется на старом месте, но это все приобретет очень такой комфортный, домашний, теплый вид, где дети по достоинству смогут заниматься творчеством. В Муравленко планировалось строительство современной школы искусств, которая объединит ДШИ, музыкальную и художественную школы. Уже известно, когда начнутся работы? Очень сложно сегодня говорить о сроках и, наверное, преждевременно, потому что на сегодняшний день мы запустили этап проектировки. Сегодня мы с проектантами работаем над дизайном школы, экспликационно по каждому этажу, прорабатываем функциональное назначение помещений, работаем над каждым уголком, исходя из тех объемов, которые нам довели. Это более 8 тысяч квадратных метров. В будущем мы понимаем, что наши школы, детская музыкальная школа, художественная школа, детская школа искусств сольются в одно учреждение. Это полторы тысячи контингента наших детей, которые сегодня занимаются в этих школах, перейдут туда. Единовременное пребывание позволяет нам разместить там до 600 ребят, ну и, соответственно, все эти работы сейчас ведутся. Мы работаем над дизайном, мы работаем над наполнением, мы работаем над, самое главное, функционалом непосредственно самого здания. Ну, главное, что эти планы никуда не ушли, то есть вся работа эта ведется, никто не отменял того, что школа эта появится. Я более того вам скажу, что на сегодняшний день, вот сегодня была последняя связь с проектантами, мы обусловили самые последние какие-то точечки, расставили все по местам и мы выходим на финальный этап, когда в скором времени получим уже дизайн проекта бытовой школы. Продолжая нашу тему про детскую школу искусств, про новую детскую школу искусств, о которой мы все мечтаем, интересные архитектурные решения планируются. Мы знаем, что будет происходить внутри, это хороший оснащенный концертный зал, отвечающий всем требованиям сегодняшнего дня, там, где дети в полной мере смогут реализовать свои навыки, которые они получат в стенах школы. Это большие просторные рекреации для свободного времяпрепровождения, для того, чтобы можно было проводить индивидуальные занятия, хорошие обустроенные кабинеты, то есть кабинетные условия позволяют нам сегодня говорить о высшем уровне преподавания и вообще реализации тех дисциплин, которые планируются в новой детской школе искусства. Ну, также планировался капитальный ремонт в многофункциональном клубе молодежных инициатив. Когда начнутся работы там и вообще какие изменения планируются? Здесь все тоже очень здорово, на наш взгляд. Вообще, в целом, мы видим, что система культуры и молодежной политики так преображается с точки зрения инфраструктуры, приобретает такие яркие очертания, правильные рабочие площадки. 1 июля молодежный клуб уходит на капитальный ремонт. В течение следующих полутора лет там будут проходить работы. Работы будут вестись как внутри, так и снаружи. Соответственно, будут новые фасадные решения, будет новое внутреннее наполнение. На это время молодежка наша уйдет в образовательное учреждение. Соответственно, будем работать на территории лицея, где в прошлом году, кстати говоря, было создано тоже уникальное молодежное пространство, которое сегодня пользуется особой популярностью у лицеистов. Будем заходить в другие школы. Такие требования есть и у нашего департамента, и в целом у правительства. Поэтому для нас это важно. Будем работать, будем двигаться. В целом, после того, как у нас пройдет капитальный ремонт нашего здания, мы получим яркое, удобное, многофункциональное здание для того, чтобы молодежь могла в полной мере реализовывать там свои направления в деятельности. У нас очень много. Ребята с удовольствием приходят в нашу молодежку. Соответственно, и место, куда они приходят, должно быть очень интересным, очень притягательным и должно быть очень родным. Ну и еще один объект, в котором планируется ремонт на строительные работы, это здание, где раньше располагалась служба ЗАГС. На сегодняшний день мы уже знаем о том, что город Муравленко выиграл грант в размере 10 миллионов рублей. Когда там планируют начать работы в этом центре Патриот? Ну и чему там будут учить детей? Кто будет воспитанниками этого центра? Расскажите, пожалуйста. Да, действительно, в прошлом то здание, которое называлось ЗАГС, сегодня уже ведет свою новую историю. Мы абсолютно точно знаем, что это здание станет центром Патриот, который дополнит концепцию комплекса Сквера Победы и Аллеи Славы и станет таким сердцем всего этого общего памятного места. Очень важное для нас направление – гражданско-патриотическое воспитание. Мы очень чутко относимся к этому направлению. У ребят должен появиться свой дом. 350 школьников, которые ежегодно участвуют в конкурсе «Вослава Отечества». Им нужно где-то заниматься, им нужно где-то приходить и получать какие-то компетенции, какие-то навыки. Это поисковики, которые ежегодно выезжают на экспедиции. Они тоже должны почувствовать себя дома. Это ребята-волонтеры, которые безвозмездно, абсолютно по зову сердца выполняют различную работу, которую никто, кроме них, не сможет сделать. Это уроки истории, это уроки мужества. Это юнормейцы и кадеты. Это мероприятия, связанные с посвящением этих ребят в их новые такие яркие и правильные звания – кадеты юнормейцев. Это те мероприятия, которые ежегодно проходят у нас на «Сквере Победы». Все это будет завязано на центре «Патриот». Для нас это важное место, для нас это очень серьезная тема. Поэтому в следующем году мы рассчитываем получить этот центр, наполненный смыслами, наполненный новым оборудованием, опять-таки с тех финансовых средств, которые, вы уже сказали, были выделены по гранту губернатора в размере 10 миллионов, наполнить его смыслами, наполнить его интерактивным оборудованием и, соответственно, получить очень правильное, наполненное верными и четкими смыслами здание. Ну и перейдем к другим вопросам. В рамках национального проекта «Культура» в этом году в детской художественной школе обновили мольберты, различную мебель. Скажите, планируется ли обновление и в других учреждениях? Если да, то что планируете приобретать? Вообще по национальному проекту «Культура» мы работаем уже не один год. В 2022 году обновился парк музыкальных инструментов и мы на сегодняшний день имеем практически стопроцентный обновленный парк. В детской музыкальной школе и в детской школе искусств 149 единиц музыкальных инструментов мы получили в 2022 году. В этом году 838 единиц оборудования, мебели, различных графических планшетов, натурфонда мы получаем в рамках национального проекта «Культура» на детскую художественную школу. У нас полностью обновится мебель, у нас обновится инфраструктура внутренняя, это позволит нам запускать и новые направления, это позволит работать с новыми направлениями, это позволит привлекать дополнительно контингент, потому что спрос на художественную школу сегодня достаточно высокий. соответственно 5 миллионов 375 тысяч рублей в этом году мы потратили и уже практически закрыли все контракты по нацпроекту и ждем последнюю поставку в июле месяце текущего года. Вопрос квалифицированных кадров на Крайнем Севере всегда стоит остро, тем не менее видим, что коллективы, творческие коллективы, педагоги, режиссеры, другие специалисты в учреждениях культуры каждый год пополняются, мы тоже делаем об этом такие репортажи, рассказываем об этих специалистах. Планируете ли в этом году принимать кого-то? Может быть, кстати, приведете статистику прошлых лет, сколько к вам пришло человек новых? В целом штат наших учреждений в большей степени укомплектован. Понятно, что есть и внутренняя ротация, кто-то переходит из одного учреждения в другое учреждение, кто-то покидает территорию нашего города и переезжает в другие города Ямала-Ненецкого автономного округа, кто-то уезжает за пределы округа. Понятно, что этот процесс, он не останавливается. В прошлом году в детскую музыкальную школу и в детскую школу искусств было принято 14 новых преподавателей. Семь из них – это молодые специалисты. Соответственно, по востребованным направлениям – это отделение фортепиано, скрипичное отделение, гитара, духовые инструменты. В этом году уже принято 5 человек, еще планируется 2. Соответственно, мы эту работу вообще не останавливаем, она у нас такая вот в текучке, в постоянной. Нужно понимать, что с введением культурно-оздоровительного центра в том числе появится дополнительная потребность в привлечении компетентных специалистов по тем или иным направлениям. Сегодня я уже проговаривал о том, что мы будем запускать новые виды деятельности в культурно-оздоровительном центре. Соответственно, и компетенции тоже должны быть новые. Процесс не стоит на месте. Школы развиваются, появляются какие-то новые виды деятельности. Соответственно, нам нужно привлекать специалистов. Работа ведется постоянно. И, слава богу, у нас это удачно получается, успешно получается. Почему? Потому что сами директора, заинтересованные в этом, они напрямую общаются с профессиональными профильными вузами, с деканатами, с педагогами, выезжают на выпускные испытания и, соответственно, приглашают сюда молодых специалистов. Есть специалисты, полуспециалистов, которые возвращаются к нам после обучения. Соответственно, это наши бывшие выпускники, обучавшиеся здесь, в музыкальной школе, в художественной школе, в городском доме культуры, приезжают сюда и просятся. И мы с удовольствием принимаем с распростертыми объятиями этих ребят к себе. Практика трудоустройства подростков и молодежи, которую представила МКМИ в прошлом году, стала лучшей в стране. Это потрясающий результат. Сейчас сезон уже начался. Подростки у нас ходят по городу, мы их видим, они убираются. Первая смена сейчас идет, насколько я понимаю. Расскажите вообще, сколько у нас ребят трудоустроено в этом году, чем они будут заниматься, какой там досуг для них предусмотрен. Наш такое, правильно, постоянное направление деятельности, трудоустройство подростков. В этом году, как и в прошлом, впрочем, 450 человек будет трудоустроено. На сегодняшний день первая и вторая смена полностью заполнены. У нас несколько еще вакансий осталось на третью смену, на август месяц. Ребята работают и трудоустроены в наш молодежный клуб по должности дворник. Соответственно, объем работы выдается по межведомственному договору всеми учреждениями социальной сферы. Ребята работают в том числе и в школах, и в учреждениях культуры. Соответственно, выполняют те задачи, которые ставят перед ними учреждениями. В частности, это влажная уборка, поливка цветов и так далее. Ребятам запрещено работать с красками, ребятам запрещено работать с химией. Поэтому, в целом, этот фронт работы мы закрываем. Что касается досуговой программы, то после обеда, после обеда ребята возвращаются в свое такое молодежное пространство. Кстати, базируются они сегодня на пространствах, молодежных пространствах многопрофильного лицея. Ребята возвращаются в лицей, там проводят свой досуг. Для них организованы различные направления деятельности. Это игровые формы, это интеллектуальные игры, это различные соревновательные процессы, в котором они соревнуются отрядами и так далее. В целом, из новшеств, которые в этом году появились, у нас сформирован отряд «Плюс». Это те ребята, которые не смогли трудоустроиться по тем или иным причинам в основной состав, но желали проводить свой досуг совместно с ребятами из трудовых отрядов. Соответственно, после обеда, когда возвращаются трудовые отряды подростков на базу лицея, эти ребята присоединяются к ним и проводят дополнительно свой досуг вместе со своими друзьями и сверстниками. В целом так. Да, действительно, вы правы, наша практика стала лучшей не только на Ямале, а одной из лучших в стране по некоторым направлениям. Мы этим очень гордимся. И самое интересное, что вот тот показатель, цифровой показатель, который мы показываем каждый год, 450 человек, он соотносим с такими большими муниципалитетами, как Ноябрьск, Нового Рингой, такие большие агломерации северные. Ну, планировалось, что будет продолжен проект в рамках трудовых отрядов «Выкинь мусор из головы». Абсолютно верно, вы абсолютно правы. В этом году мы продолжаем успешную практику реализации нашего проекта «Выкинь мусор из головы». Кстати, авторами этого проекта была наша централизованная библиотечная система. Ребята совместили, у них появилась возможность совмещать трудовую деятельность с прослушиванием художественной литературы, находясь вот непосредственно в действии. В этом году мы немножечко попытались видоизменить этот проект, внесли в прослушивание различные интервью с известными личностями, ну, для того, чтобы молодежных лидеров, для того, чтобы ребятам было более интересно, более комфортно, и они понимали, о чем идет речь. Да, у нас была обратная связь в прошлом году и по художественной литературе. Кому-то это заходит, кому-то не заходит, но в целом проект работает, отзывы самые положительные. А что касается отдыха и оздоровления наших ребят, где в этом году отдыхают юные муравленковцы, вообще сколько смогут оздоровиться? Более 500 ребят в этом году смогут выехать за пределы нашего города, отдохнуть на побережье Краснодарского края, ну, и, соответственно, юге Тюменской области. Хорошие, интересные, правильные, достойные лагеря ждут наших детей. Интересная программа, сопровождение детей, прямые чартерные рейсы и авиакомпании «Ямал» с точки отправления в город Ноябрьск. Соответственно, в Тюмень мы добираемся поездом, в Краснодарский край мы летим самолетом. Все оплачивается округом. Родители тратят деньги только на перевозку своего ребенка непосредственно. Соответственно, сумма выходит порядка в среднем 30 тысяч на перевозку своего ребенка туда-обратно в Краснодарский край и порядка 5 тысяч на билеты до Юго-Тюменской области. Комфортабельные номера, хорошее питание. Мы постоянно следим за этим. У нас есть кураторы, которые инспектируют эти учреждения, и, соответственно, дают нам обратную связь, в том числе и у самих детей, которые сегодня уже находятся на территории Краснодарского края. Есть какая-то конкуренция между семьей? Есть такое, что заявок больше, чем квот? В целом мы понимаем, что ежегодно квот доводится ровно столько, сколько существует так называемой потребности. Да, бывают исключительные случаи, когда там заявок где-то не хватает, люди становятся, формируется резервный список. Но в первоочередном порядке на отдых и оздоровление направляются дети из особых категорий, малообеспеченные семьи, семьи, которые остались без родителей. В этом году новая категория добавилась. Это дети, чьи родители являются участниками специальной военной операции, либо ветеранами боевых действий. В общем, в первоочередном порядке эти ребята направляются на отдых, в том числе и ребята из группы РИСК. Те, которые находятся на особом контроле. А потом в общем порядке система регистрация электронная, поэтому для всех созданы одинаковые условия. Кто успел, тот забронировал свою путевку и поехал отдыхать. Ну вот в Муравленко как? У нас уже все занято, все забронировали. Да, все путевки уже на сегодняшний день разобраны. Соответственно, существуют резервные списки. В случае, если какой-то ребенок отказывается, то в соответствии с табелорангами, когда мы понимаем, что вот этот стоит первый в списке, он заходит на это место. Планируется ли в этом году запуск новых направлений работ в учреждениях культуры и молодежной политики? В целом эти направления уже работают в этом году. Новые направления интересны нашим жителям, нашей молодежи. В музыкальной школе и в детской школе искусств реализуется новое направление с 22-го года музыкально-компьютерных технологий, где ребята учатся аранжировке музыки, создания музыкальных произведений посредством компьютерных технологий. Все это происходит в кабинетных условиях, и в этом году Департамент культуры нам подтвердил, до оснащения этих кабинетов, соответственно, контингент мы будем расширять, будем увеличивать. По позициям детской художественной школы хочется сказать, что на 24-й год нам тоже подтвердили финансирование на открытие нового направления, гончарная мастерская, где жители города смогут себя попробовать в образе скульптора, создавать какие-то чаши, вазы, с интересом присоединяться к этому виду деятельности. Новое направление в том числе и коснется образовательного процесса, соответственно, наши дети смогут обучаться этому виду искусства. Подождите, а обычные люди смогут на платной основе сходить, да? Конечно, попробовать себя, да, получить эти навыки, ну и для себя создать какой-то сувенир, подарочную продукцию, которую можно будет потом отнести домой и порадовать своих друзей, соседей, родственников, детей, жен, матерей и так далее. Соответственно, что касается молодежной политики, в этом году мы запустили курс начальной военной подготовки, это тоже одно из важных и приоритетных направлений. Сегодня в нынешней ситуации мы уже отучили первый отряд наших курсантов, 25 человек, которые с удовольствием прошли все испытания, которые с удовольствием освоили все дисциплины, получили навыки и, соответственно, на финале мы вручили им долгожданные сертификаты. Сегодня формируется уже вторая группа и вообще в течение года мы планируем обучить 75 курсантов. Это такое новое направление. Очень быстро развивается, опять-таки, новый формат в молодежке VR-технологии, когда ребята, погружаясь в виртуальный мир, занимаются тактическими играми различными, между собой соревнуются, то есть это для них новое направление, очень интересное и очень востребованное. Поэтому вот в таком роде мы сейчас в ключе работаем. Ну, а повторюсь, после открытия культурно-воздоровительного центра, соответственно, появятся новые виды деятельности, которые порадуют жителей города Муравленко. Пока всех секретов раскрывать не буду, но думаю, что у нас все получится. Ну, про начальную военную подготовку очень хорошие отзывы я слышала, что это прям зашло жителям на ура, вот этот формат. Да, более того, что мы сегодня работаем не только просто с изъявившими желаниями поучаствовать и попробовать себя в прохождении этих курсов. Мы сегодня очень плотно взаимодействуем с образовательными учреждениями, в первую очередь с многопрофильным колледжем. Там изъявили желание обучить целую группу, соответственно. Мы берем группу, даем ей определенные навыки, и она выходит уже такой подготовленной у нас ребят, все молодые, подтянутые, красивые, готовые к такой правильной физической нагрузке, не только физической, но и умственной. Ну, городской Дом культуры постоянно радует жителей своими постановками. Сейчас вот в условиях, когда Дом культуры собирается уходить на ремонт, готовится к переезду, готовятся ли какие-то премьеры, стоит ли зрителям ожидать чего-то нового? Если да, то что именно? Ну, в первую очередь скажу, что мы работаем в рамках того плана годового, который у нас есть. Да, конечно же, он уже сформирован и на новый творческий сезон, сезон 23-24 года. На 24-й год, повторюсь, у нас юбилейный. Соответственно, все мероприятия, которые проходят у нас сегодня на базе Дома культуры, они будут иметь несколько такую новую приправу, скажем так. Мы понимаем, что лекало мероприятия остается, те же танцующие города, поющие города, какие-то фестивальные проекты, они все будут, но подаваться они будут под новым соусом, с какими-то фишками новыми, интересными. Что касается в целом реализации каких-то интересных, ярких проектов, опять-таки, двигаясь по федеральному проекту «Пушкинская карта», сегодня мы развиваем любительский театр, и на сегодняшний день Юлия Абатурина, наш заслуженный режиссер, член Гильдии режиссеров России, предводитель нашего такого яркого творческого коллектива «Луч», готова представить уже осенью несколько новых премьерных постановок, пьесу «Куприна Олеся», по Николаю Васильевичу Гоголю «Ревизор». Соответственно, все это мы уже увидим осенью, ждем с нетерпением премьеры и надеемся, что все это уже произойдет, и уверены в этом, что все это произойдет уже на сцене нового комплекса. Здорово. Я думаю, что зрители очень ждут, потому что, опять же, отклик от муравленковцев по поводу нашего театра какой-то невероятный. Мне кажется, никогда такого не было в городе, то, что происходит в последние годы с театром. Это очень классно. Я скажу больше, что в целом город Муравленко претендует на звание столицы любительского театра. Поэтому мы с удовольствием следим за той деятельностью, которая реализуется на базе городского Дома культуры, за творчеством Юлии Батуриной и за ее подопечными. Это действительно ярко, мощно, достойно и вызывает только самые правильные эмоции. Николай Александрович, спасибо, что ответили на наши вопросы. До свидания. До свидания. Всего хорошего.